Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и сегодня бы хотел с вами поделиться просто такой невероятной историей. И сегодня речь пойдет про медведя. Но конечно же не о сбежавшем из зоопарка и тем более не о диком медведе. Речь пойдет о памятнике удивительному медведю Войтыку, капралу 2-го корпуса польской армии Владислава Андерса. Этот необычный Мишка был по-настоящему призван в польскую армию и был поставлен на довольствие, как и полагается, настоящему солдату. Впрочем, довольствие свое он заработал не только за развлечение солдат цирковыми трюками, а за реальное участие в боевых действиях. Эта история, друзья, меня действительно очень сильно поразила, когда я услышал ее первый раз. И я хочу поделиться этой историей с вами. Поэтому, если вам интересна эта тематика, усаживайтесь поудобнее. Поехали! В 1942 году на пути из Ирана через Ирак, Сирию, Палестину и Египет, польские солдаты в Иране встретили мальчика, несшего едва живого, осиротевшего медвежонка. Поляки решили выкупить его за горсть персидских монет, немного шоколада, швейцарский нож и банку тушенки. Назвали медвежонка типично польским именем – Войтек. Учитывая его будущую военную карьеру, выбор имени можно назвать пророческим, ведь Войтек в переводе с польского означает «улыбающийся воин». Едва поправившись, медведь начал шалить. Да так, что его первый опекун была вынуждена выселить его из лагеря. Она решила подарить его кому-нибудь из армейских командиров. В то время солдатские талисманы пользовались невероятной популярностью, и Войтека вскоре приняли в 22-ю роту артиллерийского снабжения. В отличие от других талисманов размером поменьше, он получил военное удостоверение, личный номер и еженедельное жалование, официально став капралом Войтеком. Когда Войтек был еще совсем небольшим медвежонком, его наставник Петр играл с ним, учил отдавать воинские приветствия и в шутку боролся с Потапычем. А когда тот вырос, оказалось, что все, чему его учили с детства, накрепко засело в сознании взрослого медведя. Это доставляло радость солдатам, ведь 200-килограммовый Войтек в итоге любил бороться, воспринимая это как игру и не проявляя ни капли агрессии. Хотя по понятным причинам победа почти всегда оставалась за Войтеком. Это развлечение помогало его товарищам отвлечься от боевых будней и лишений военной жизни. Он обожал поединки с другими солдатами и даже боролся с четырьмя противниками одновременно. Прятал когти и весело катался с ними по полу, тормошил их и делал вид, будто сейчас укусит. Но он никогда, ни разу никого не обидел, говорит Арчибальд Браун, курьер генерала Монтгомери. Сначала рядовой, а впоследствии капрал артиллерии с военным билетом под номером 22, медведь Войтек знал, как поднять своим товарищам настроение. Он забирался на кран и раскачивался на нем, вися на одной лапе, отдавая честь как настоящий солдат и проявляя медвежачьи нежности, облизывая языком игравших с ним бойцов. Он был источником позитива и, как впоследствии окажется в битве при Монте-Кассино, верным боевым товарищем. Войтек даже приобрел дурные привычки, любил пропустить стаканчик другой пива, любил сигареты, но не курил их, а съедал. При этом они ему откровенно нравились. Даешь ему сигарету, вспоминали бойцы армии Андерса, а Войтек кивает головой, благодаря за угощение, подобно тому, как это делает человек, и съедает их. Часто на переходах, чтобы обозначить медведю место, солдаты привязывали его к вбитому в землю колу. Правда, утром его могли найти на другом краю лагеря. Кол он вытаскивал, переносил на понравившееся место и втыкал его в землю, ложась там, где ему больше понравится. Ветераны 22-й артиллерийской роты говорили, что сейчас их внуки не все верят в то, что это мог делать медведь. Но все это чистая правда. После того, как армия Андерса перешла под командование британцев, ей приказали отплыть в Италию и присоединиться к силам союзников, участвующих в итальянской кампании. Перевозить животных было строго запрещено, но войтик уже был такой знаменитый и такой популярный, что у нас не возникло проблем с его транспортировкой, рассказывает вой Цехноремский, служивший с войтиком в 22-й роте артиллерийского снабжения. Вскоре после прибытия в Италию, армию Андерса отправили штурмовать линию немецких укреплений под Монте-Кассино. Это была одна из самых сложных точек в Европе. Монастырь-крепость на вершине горы, подходы к которому с четырех сторон простреливали опытные снайперы. Нападение было невозможным без предварительного артобстрела, поэтому польская артиллерия ни минуты не сидела без дела, а подвозить боеприпасы приходилось постоянно. 22-я рота трудилась без отдыха. Как-то изможденный солдат кивнул войтику, наблюдавшему за грузовиками, и в шутку попросил его отнести ящики со снарядами. Войтик встал на задние лапы, взял ящик и понес его к ближайшему артиллерийскому орудию. С того дня он стал одним из самых эффективных носильщиков в роте, а изображение войтика, несущего снаряд, стало символом роты. Легенда о чудо-медведе облетела все войска, задействованные в итальянской кампании. И хотя битва под Монте-Кассино была выиграна, Рим взят, а силы оси наконец повержены, армия Андерса и Войтик так и не дождались хэппи-анда. Ялтинская конференция стала страшным ударом для 200 тысяч поляков, которые сражались плечом к плечу с союзниками в надежде вернуться в Польшу. Увэй, Польша оказалась с советской стороны железного занавеса. Солдаты армии Андерса слишком хорошо помнили сталинские лагеря и жизнь советской России, чтобы пытаться вернуться в просоветскую Польшу. Более того, в Новой Польше они официально считались бывшими советскими заключенными, отпущенными только благодаря сталинской амнистии. Армия Андерса и Войтик закончили войну в лагере для перемещенных лиц в Винфилд, в Шотландии. Польским солдатам было нечем заняться и некуда идти, и они решили попытаться начать новую гражданскую жизнь. Тем более, что союзники перестали платить им зарплату. Поляки оказались нежелательными гостями в Великобритании, но вернуться в Польшу они не могли. Войтику пришлось еще сложнее. Польские солдаты с первого дня мечтали увезти его в Польшу и пройти с ним по улицам Варшавы во время военного парада. Но в 1946 году в Шотландии позаботиться о Войтике было некому. И его товарищи ломали голову, как с ним быть. При помощи одного из британских военачальников медведя удалось определить в зоопарк Эдинбурга. Он сразу же стал самым посещаемым животным зоопарка и заработал гораздо больше, чем требовалось на его содержание. Однако самая важная часть соглашения между зоопарком и опекунами Войтика заключалась в том, что медведя должны были отправить в Польшу сразу же после обретения Польши независимости. Войтик умер 2 декабря 1962 года, задолго до того, как Польша вновь стала независимым государством. Годы жизни в неволе сказались на его характере. Он уже не был таким дружелюбным, как раньше, хотя его соратники приходили навещать его на протяжении многих лет после окончания войны. Единственный медведь-солдат в истории много значен для тех, кто за ним ухаживал. В своих воспоминаниях опекуны подчеркивали, что Войтик был бездомным сиротой, как и они сами. Военные гордились им и радовались общению. Медведь был настоящим лучом света в трагической истории армии Андерса и его солдат, многие из которых так и не увидели свою родину. Судьба Войтика была очень похожа на судьбу многих польских солдат. Многие наши солдаты тоже потеряли всех родных, и они были сиротами, так что наш медведь был сиротой среди сирот. Может быть, поэтому с ним так хорошо ладили, размышляет Войтик Наремский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok